Азербайджанская актриса Яна Никитина Яна Никитина, уроженка города Баку, широкую известность приобрела благодаря выступлению в легендарной команде КВН «Парни из Баку». Яна проявляет себя и как талантливая актриса, сыграв роли в художественных фильмах, сериалах и в театре. На сегодняшний день Яна Никитина работает кастинг-директором, автором и ведущей телевизионных проектов. Яна, мы приветствуем вас на нашей программе. Спасибо. Спасибо, что согласились дать нам интервью, выделили время в своем плотном графике. Ну, начнем нашу беседу. Ваше детство. Расскажите, что сформировало вас как личность? Ой, ну, наверное, я думаю, наверное, сложности. Сложности, наверное, и сформировали меня как личность. Идя как бы на сопротивление, я сформировалась. Вот сейчас помню один очень интересный момент такой. Мне было уже, ну, наверное, лет 15-16. И я заканчивала школу, и был достаточно сложный период. Тогда произошла такая ситуация, инфляция. А мои бабушки, дедушки, мама, все собирали тогда, не знаю, мое поколение помнит это время, когда были такие сберегательные книжки. И там собирали детям. У меня была там сберегательная книжка на 18-летие, что вот когда я могу себе что-то купить у мамы, я не знаю, на свадьбу, на мебель. Ну, и бабушка с дедушкой там на свои какие-то моменты собирали. И все деньги лежали на сберегательных вот этих книжках. И вдруг произошла инфляция, и вот как бы денег не стало, просто не стало. И вот я заканчиваю школу, близится уже мой выпускной, и я понимаю, что у нас нет денег даже на винетку, чтобы оплатить там винетку, ресторан. Но я уже не говорю о платье, парикмахерской, туфлях. И тут совершенно случайно вот это все произошло. В конце я вернусь вот к тому, к чему я это начала говорить. И так получилось, что к нам в класс пришли представители, по-моему, РАНО, это называлось тогда, не знаю, может сейчас тоже так называется. И сказали, что объявляется конкурс стихов. Конкурс стихов на тему Родина. И я такая, там стали предлагать отличникам, я не была отличницей, я была хорошисткой, но отличницей я не была. А, да, отличникам. Они говорят, ой, нет, неохота, зачем, нет, мы писать не будем, я все тяну руку, что давайте я напишу. Ну, типа, напиши, может быть, из тебя что-то получится там. Я помню, рекомендация была такая, что типа, ну, отправьте, может быть, что-то. Как в кино так, мы проматываем все это, и дальше, в общем, через какое-то время в школу приходит письмо, что нас вызывают, меня вызывают, там, 46-ю, по-моему, школу, потому что там не было второй смены, и там все, кто написали стихи и прошли вот по всей республике, там, в финал вышли 200 человек. И вот эти 200 человек по всей республике должны были зачитать эти стихи. Ну, стихи читать я умела, я приехала в эту школу после уроков. Из 200 человек нас осталось 70. И вдруг на следующий день вот мы приходим, эти 70 человек, и уже как бы кто займет эти первые три места. Но так как детей 70, в общем, дали шестерым, поделили каждое место на двоих. И вот я была единственной в республике из русского сектора. Я поделила второе место с мальчиком из Шуши. И нам дали на двоих 300 рублей. 150 рублей на каждого. По тем временам это была очень хорошая сумма. Значит, я оплатила, значит, мы поехали, купили материал, мое платье, туфли, парикмахерскую, винетку. Я заплатила за ресторан. И я купила тогда, был на торговой, такой как бы ларек, и там продавался развесной Наполеон. И я купила Наполеон домой и еще отдельно отнесла бабушке, другой, которая жила отдельно. На оставшиеся деньги я еще купила всем Наполеон, потому что это было такое, да, это была роскошь. Вот. И с того момента я поняла, что ничего не бывает случайным. И как бы если ты хочешь, ты обязательно должен идти на сопротивление. Ты должен выбиться в тот момент, когда в тебя, грубо говоря, даже никто не верит. Наверное, чем больше в меня не верили, тем больше я шла на сопротивление. Вот это и сформировало меня как личность. Я как портос. Я дерусь, потому что дерусь. Несмотря на всю хрупкость, женственность вашу, вы довольно-таки сильная личность. И именно вот испытания, именно трудности формируют. Если в человеке это заложено, он выстоит, и он станет еще сильнее, еще красивее, мудрее и успешнее. И вот, Яна, ваш пример именно этому и служит. Но мы знаем, что вы также обучались на филологическом факультете, факультет русского языка и литературы. Но как так получилось, что вы оказались в мире театра и кино? Расскажите, как такая трансформация произошла? Я вам скажу, я с рождения мечтала стать актрисой. Вот у меня не было, например, кто-то там меняется мечты. Хочу быть космонавтом, хочу стать врачом, хочу стать учителем. Нет, у меня никогда не было вот таких каких-то мечтаний, желаний. Вы знали, что вы будете актрисой? Я хотела стать актрисой. Вот я к этому шла. Артистизм. Да, я всегда этого хотела. Я даже пошла заниматься музыкой, потому что мне сказали, что в театральной не принимают. А родители очень хотели, чтобы я научилась играть на фоно. И меня отдали на музыку. Я ненавидела гаммы, но мне сказали, что... И вот я вам честно скажу, я в третьем классе, по музыке в третьем классе, я музыку бросила. Педагоги страдали. Как, зачем? Я узнала правду. Туда не нужно было музыкальное образование. И я когда узнала правду, я пришла и сказала, что все не хочу. Мне это не надо. Сейчас, честно, по прошествии лет я жалею. Ну, еще четыре года закончила, играла бы сейчас нормально, да, не так, как я это делаю, а нормально, хорошо, может быть, даже. И я стала спрашивать. И мне сказали, а у нас как раз были практиканты в школе, которые преподавали из вот... Тогда он назывался Апиахундово, Институт русского языка и литературы. Сейчас он славянский. Я поступила как бы в Апиахундово, закончила уже славянский университет. Они мне сказали, иди к нам. Ну, это как бы близко. И я на ура вот стала. Мы были первыми, кто сдавал по системе тестирования. Я, правда, не ожидала, что я бы написала там и университеты, что-то. Я первой написала вот именно Апиахундово и набрала 535 баллов. Это тоже было вот... Все говорили, у нее нет педагогов, она не занимается с педагогами. Вот школа, я вам честно скажу, моя школа меня сильно ломала. Я считаю, что неправильно ломать детей в детстве. Каким образом вот это вот? Как произошло, что вас ломало? Вот меня ломали именно. Засмеивали ваши мечты? Не-не-не-не, даже не засмеивали мечты. Знаете, как было? Ну вот раз у родителей нет денег, из нее... Да, из нее не получится человека, да, вот. Она не занимается с педагогами, она никогда не поступит. Фразы были вот такие вот какие-то... И когда я поступила и набрала самый высокий балл в школе, 535 баллов. Причем мы сдавали в таких условиях, экзамены оттягивались. Мы их сдавали не как обычно, а в ноябре месяце. В институт мы пошли в февраль. Это был очень сложный год. Это был, по-моему, 92-й. 92-й год, да. И мы сдавали в ноябре с 4 до 7. Еще вечно газ свет, а уже темнело. Мы с этими партами в коридоре. А потом получилось так, что все-таки мне очень хотелось играть в театре. И на вечере Марка Шагала, где я читала стихи, меня заметили актеры русской драмы. Мне сказали, не хочешь попробоваться у нас? Я сказала, хочу. Я пришла, попросилась на прослушивание. Прошла прослушивание. Меня взяли сначала в спомсостав. И буквально через месяца три, кажется, я уже была в труппе. А вы помните первое впечатление от спектакля, от премьеры, когда вы на сцене? А ведь оказаться на сцене театра, это не просто прийти и в массовке побыть и так далее. Это ведь на самом деле целое искусство. Кто вас обучал, кто напутствовал, кто показывал, как делать правильно? Моими педагогами по театру были Гаджи Мурат Егезаров и Татьяна Гросс. Замечательные актеры, просто прекрасные и замечательные педагоги. Но самая первая моя премьера была как раз-таки в массовке. Ты не сразу попадаешь, и не сразу дает какую-то роль. Да, вот она была как бы в массовке, и тут же подряд у меня была сказка «Калиф Аист», и дальше небольшая роль в спектакле по пьесе Ильчина «Здравствуйте, ваш дядя». Но первое мое появление на сцене – это была катастрофа. Это была вот реальная катастрофа. Значит, меня ввели в спектакль, назывался он «Цепи Гиминея». Там были такие… он состоял из маленьких таких кусочков, сценок как будто бы. И там в начале первое… по-моему, там первый акт был, значит, закат по Бабелю, а второй – вот «Цепи Гиминея», и все вместе вот это было. И вот в первом отделении я выходила в начале первого отделения, и в конце, в массовке, там был танец. И меня позвали на репетицию и сказали, что смотри на впереди стоящего. Ну, я как бы смотрела на впереди стоящего. Там, говорит, ничего сложного. Смотришь на впереди стоящего и идешь. Но дело в том, что я не знала, что на репетиции не было того, кто будет стоять впереди меня на спектакле. Он просто, как бы он изначально там был и не пришел. И вот в день… как в очереди. Вы здесь не стояли? Нет, нет, я здесь стояла. И вот настала моя премьера, и я сказала всем ребятам. А я тогда уже играла в КВН, но в такой студенческий. И я ребятам, КВНщикам говорю, приходите, у меня премьера. У меня всем вечером премьера, я танцую в начале и в конце первого акта. Ну, ребята пришли, естественно, все сели в зале, начинается этот танец, я выхожу. И я понимаю, что тот, кто стоит впереди меня, он вообще не знает танец. А мне надо смотреть на него. И повторять. И повторять. Вот в начале и в конце второго акта. Я поняла это уже в конце, когда ребята, они просто во время антракта написали такой вот плакат. И когда в конце мы выходили на поклон, они его подняли, там было написано. У меня дома даже, кстати, где-то сохранился, если надо найти. И там было написано, поздравляем труппу театра с бесценным приобретением. Из 20 тактов не попасть ни в один могла только она. Я помню, у нас тогда был директор Леонид Рабинович. Он вышел, сказал, я за свои деньги найму тебе хореог. Ну, вот что это? Причем я всех же позвала, я же... Ну, я смотрела, значит, вот 20 человек танцевали, а мы двое в самом финале. Ну, просто... Что происходило на сцене? Что-то мы делали. Премьера прошла на ура. Да, но это был как бы текущий спектакль, это для меня была премьера. Он уже шел, я не знаю, лет 10, наверное, меня туда ввели. Яна, но ведь смотрите, этот случай не каждого актера сделает еще сильнее и побудит работать над собой, выступать уже на серьезном уровне. Вы пошли дальше. И вы стали сниматься в кино, в сериалах, вас даже приглашали за рубеж сниматься, в российских сериалах. Давайте об этой части вашей биографии расскажем подробно. Вот какие роли, а вы их сыграли довольно-таки немало, остались теплыми воспоминаниями в вашем сердце? Именно процесс съемочный, вы были очень рады, когда на исходе вы уже увидели, что получилось очень хорошо. Есть такие вот фильмы? Я вам честно скажу, даже там, где у меня были совсем маленькие эпизоды, я все свои роли очень люблю. Мне каждая дорога по-своему, потому что с каждой связана какая-то история моей жизни. Поэтому выделить какую-то я правда не могу. Вот реально. Точно так же, как и театральные роли мне все мои дороги. Да, какие-то были там более любимые, какие-то менее любимые, но я их всех любила. Вот реально. У меня даже был такой спектакль «Аленький цветочек». Я прошла весь путь в этом спектакле. Вот главной героиней там были Капа и Фиса, да. Я начала с дерева, причем крайнего дерева. Потом я дошла до Центрального. Там была очень именитая актриса, у нее даже, не буду сейчас называть, у нее даже на ее костюм, у нее был обалденный костюм дерева, где она вручную вышла свою фамилию. И вот я помню, когда этот костюм достался мне, она ушла с дерева, и я выходила и говорила, все, это пик. Это пик, вы понимаете, я центральное дерево. Да, я была центральным деревом, а потом я была то ли Капой, то ли Фисой, сейчас не помню, но кем ты, вот из них. Да, ты когда идешь вот по этим ступеням, поднимаешься, да, из крайнего дерева, а там сложный танец, деревья танцуют, просто не видно, что ты внутри дерева. Каком-то один плюс один, оно дерево, да еще и поет. А у меня было танцующее дерево. Яна, а вот еще хотелось бы узнать, вот когда вы исполняете роли, будто комедийные или драматические, вы проживаете эти роли, через себя пропускаете, вот как по Станиславскому, да, среди актеров это называют, или же вы как будто собирательный образ, то есть вы не включаетесь полностью, но вы хорошо владеете эмоциями, можете ими работать, правильной интонацией, чтобы показать полностью роль. Вот как проходит у вас перевоплощение? Наверное, я нехорошо владею вот этим, я должна пропустить через себя, я постоянно пропускаю через себя. Станиславский, да. Вот так получилось, я пропускаю через себя, будь то сериал, будь то, и я сама по себе, наверное, такой человек, который учится именно на своих ошибках, умные люди учатся на чужих, я учусь всегда на своих. И вот пока через себя я это не пропущу, понимаете, у меня не получается, вот я должна сама удариться, я должна сама обжечься, я должна сама прожить. По-другому не получается, может быть, в какой-нибудь следующей жизни, когда я буду кошкой, я научусь как-то по-другому, пока не получается. Да, наверное, все-таки многие методы хороши, там Эрнхольда, как мы сейчас говорили, да, и Станиславский, но вам ближе через себя пропускать, потому что наверняка вам интересно вообще что-то иное, наверное, познавать, грани своей личности открывать. Может, поэтому все-таки вам ближе через себя пропускать? Да, мне порой, я вот, я смотрю очень много сериалов, фильмов, очень много, мне нравятся многие актеры, мне нравится многое, что они делают, но вот я понимаю, что мне нравится, но вот это не мое, я не смогу так, мне надо по-своему, вот как-то так, но по-своему. Надо пропустить через себя и посмотреть, что получится. Это как с одеждой, вот иногда ты смотришь на манекена и думаешь, ну какое обалденное платье, а потом надеваешь его на себя и понимаешь, что это не твое. C'est la vie, не твое. Смирись с этим, да. Смирись с этим, понимаете? Вот, ну как все, да, как, я не знаю, массу примеров можно принести, просто не твое, отпусти. А есть у вас вообще любимые режиссеры и любимые актеры вообще, может, любимые образы, которые вы смотрите, пересматриваете, может, кто-то даже видите свое в этом? Ой, у меня много любимых режиссеров, много любимых актеров и много любимых образов, и каждый период моей жизни мне нравится, ну, опять-таки, разное что-то. Но я возвращаюсь к тому, с чего когда-то начинала. В юности мне очень нравился жестокий романс Эльдара Рязанова, и я мечтала сыграть вот эту... Ларису Гузеева, да? Да, да, да. Ларису. Да, я мечтала сыграть вот эту беспреданницу, но именно в его версии, именно в версии Эльдара Рязанова. Потом мне нравился, нравилась Одри Хэбберн в «Как украсть миллион». Вам, кстати, пошло, этот образ очень пошел бы. Особенно, когда они прятались в чулане, это была моя любимая сцена, да, вот когда они пытались украсть эту статую. Дальше было что-то еще. Каждый раз мне нравились какие-то... Ну, вот видите, проходят годы, и я четко помню. А, еще мне очень нравилось, знаете, в какое время, где-то мне лет 14, наверное, было. Обожала Джейн Эйр, но именно Рочестера, того, которого сыграл Тимоти Далтон. Это был четырехсерийный, по-моему, фильм-спектакль. И до сих пор мои, вот, например, одноклассники, когда, например, мы периодически где-то встречаемся, и я говорю, что мне нравится, они говорят, а как же Джейн Эйр? Я говорю, что Рочестер с Тимоти Далтоном навсегда в моем сердце. Да, классические фильмы, они все-таки вообще никак во времени не могут потерять вообще свою прелесть. И до сих пор вообще даже современные актеры, они ориентируются, наверное, да, все-таки на классическое кино, перенимают оттуда, учатся на этих ролях. Ну, давайте перейдем к следующей теме. КВН – Клуб веселых и находчивых. Давайте поговорим об этом, ведь это очень важная составляющая вашей творческой биографии. Расскажите, как вы оказались в Клубе веселых и находчивых? Тоже случайность. Всех, как бы, к нам пришли в институт в группу, декан, по-моему, с замдеканом, и сказали, что в это воскресенье все должны пойти на АСТВ, будут съемки проходить, значит, ну, не совсем на АСТВ, они снимали в телетеатре. Ученок Тай передачи, надо заполнить зал. И все стали кричать в воскресенье, все хотят спать, в 9 утра надо было туда прийти, в определенный еще дресс-код там. И мы стали говорить, что нет, 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 мы не пойдем туда. А я спрашиваю, а кто будет гостями передачи? И там назвали два их кого-то, и третьего назвали Анара Мамедханова. Я тут же подняла руку и сказала, я пойду заполнять зал. Я пришла, заполнила зал, там можно было задавать вопросы. Я задала вопрос, который стал лучше. Он его отметил и оставил мне номер телефона, чтобы я позвонила, что не хотите ли вы участвовать в КВН. А буквально через какое-то время мы организовали свою команду в институте. Команду девочек. Я позвонила Анару, и вот в жюри была Анар, в ахрам. Ильчин Азизов объявлял баллы. Еще кто-то был, не помню. Вот. И вот так я попала в КВН. Они увидели в вас большой потенциал, наверняка. Позже сказала Анар, что Яна была похожа на Александра Агуреева. Она танцевала, пела, прыгала. Она так хотела играть в КВН, что она делала на сцене все за всех. Надо было прибить декорацию, она их прибивала, надо было поправить микрофон, она их поправляла. Вот так я попала в КВН. Да, Яна, ведь вы не упускаете возможности. Возможности среди нас. Тот, кто увидит, воспользуется этим, тот, наверное, и сорвет куш. Еще вопрос. Вы ведь были, по-моему, единственной женщиной, которая долгое время находилась в клубе веселых и находчивых. Не совсем единственной, были и до меня. Да, меня просто запомнили. Были и до меня, и во время меня, и после меня, и еще будут. Просто меня запомнили, мне повезло. А каково это было единственной такой? Женщиной вы гастролировали, выступали, и работали, и репетиции. Вообще, каково было это? Как вы работали? Это было здорово. Как бы я, ну, получалось совмещать. Я как бы договаривалась всегда с театром, что вот эти дни я буду на концертах. Отпрашивалась, просила там поехать на игры. Сложно, конечно, было все это состыковывать, но, опять-таки, это стоило того. Вот реально, как я всегда говорю своему уже взрослому сыну, что да, нам есть что вспомнить. И это главное. Яна, а сейчас вы смотрите Клуб веселых и находчивых? Я смотрю. Не всегда не все, но смотрю. И мне по большей части нравятся многие команды. Я для себя даже какие-то эти закладочки делаю. Большая разница вот в КВН того времени, вашего времени и сегодняшний КВН. Насколько разница? Так же, как и все в этом мире. Вот ровно так же, когда говорят, что КВН уже не тот, театр уже не тот, кино уже не тот, да весь мир уже не тот. Он просто другой. Он просто другой. Юмор другой, темы другие. Точно так же, как мы в свое время, например, не знали, что такое мобильные телефоны и прекрасно жили. Потом появились пейчеры, все стали писать друг другу на пейчеры. Потом появились телефоны, потом появились совсем крутые телефоны, потом просто супертелефоны. И сейчас мы дошли до того, до чего мы дошли. Но раньше же мы как-то без этого жили. И никто же не говорит, что «Ой, как плохо, что телефоны появились!» И вот «Хорошо, что телефоны появились!» Значит, хорошо, что ребята сейчас так делают. Время другое. Все меняется. Нельзя осуждать молодежь, что вот, а вот в наше время. Да, у нас был свой юмор. Вот сейчас свой юмор. Все меняется в этой жизни. Все абсолютно. Жизнь актера – это не всегда прямая линия, это далеко не всегда линия вверх. Есть взлеты и падения, есть успех, разочарование. И наверняка вы с этим тоже очень хорошо знакомы, Яна. Вот расскажите, как вы справляетесь с трудными моментами? Очень хороший вопрос. Вы абсолютно правильно сейчас все изложили, это взлеты, падения, многие не справляются. Так вот, в 2011 году снимался фильм «Не бойся, я с тобой. 19.19». Это продолжение культового фильма, который снял Юль Славонович Кусман. И там была очень маленькая эпизодическая роль, буквально, наверное, я не знаю, 3 секунды на экране. И он мне предложил стать кастинг-директором, заняться кастингами. И я сказала, что нет, зачем вы, что, я не хочу, я не умею, я не буду. Но ты знаешь всех актеров изнутри. И запомни, роли не всегда будут у тебя. И вот тогда ты столкнешься с тем, что, ну, проходят годы, а ты не снимаешься, и это все будет плохо сказываться на тебе. Займи ту нишу, в которой ты будешь чувствовать себя комфортно. Он фактически меня заставил тогда стать кастинг-директором картины. Оттуда начались мои кастинги, и у меня сейчас очень много очень хороших проектов. И я очень горжусь своими лицами на экране. Мне не стыдно смотреть на экран, как говорила Раневская, что когда мы делаем что-то не то на экране, мы плюем в вечность. Когда я смотрю на экран и вижу те лица, которые я подбираю, я понимаю, что я не плюю в вечность, честно. Ну, хорошо забудет, поэтому вот так я вышла из положения этого. И больше скажу вам, даже когда я перестану заниматься кастингами, когда я буду уже не снимабельна для экрана, для крупных и макропланов, я буду что-нибудь озвучивать, какие-нибудь... Уйду на радио, где меня не будут видеть, но будут слышать, потому что в свое время вот я была официальным голосом Азерселя, да вот люди звонили там друг другу, и там был мой голос. Здравствуйте, абонент сейчас не может ответить на звонок, позвоните позже. И вот я вот таким же голосом буду еще очень долго звучать из каких-нибудь радиопередач. Поэтому я вот так вот выхожу из положения чисто на позитивной ноте. По-другому нельзя. В нашей специальности, в нашей профессии нельзя по-другому. Да. Вы очень гибкий, вы очень пластичный, вы можете от одного дела перейти к другому, и очень хорошо это у вас получается. И вот как пример я хочу сейчас озвучить, вы работаете на телеканале CBC, вы мой коллега. Вы создаете проекты, вы снимаете проекты, также являетесь ведущей. И вот расскажите об этом подробнее нам. Ну, я очень рада была, когда меня пригласили на телеканал CBC, но, честно говоря, я боялась брать этот проект. Его придумала не я, он уже был до меня. Я, честно говоря, я думала, что будет что-нибудь такое попроще, полегче, чтобы там... Ну, вот так же я сидела, с кем-нибудь встречалась, рассказывала бы что-нибудь, разговаривала бы, ну, я не знаю, готовила, там, ну, что-то вот такое. А мне дали такой серьезный проект, и я, честно говоря, вот, например, в него очень сложно входила. Я даже сказала, давайте попробуем, вдруг у меня не получится. И когда я сделала свои первые передачи, я так ими гордилась, и они мне так нравятся. По прошествии года я, когда на них смотрю, я вижу, что все было не так, как надо. И я понимаю, почему редакторы мне делали какие-то замечания, вроде все хорошо. Вот, но благодаря этому проекту я как бы пополнила свои знания, потому что многие вещи, вот, я правда не знала о наших проектах века, которые я снимаю. Потому что мне приходится там находить какую-то информацию, понимать зачем, что, как, и это все монтировать. Но, честно скажу, люблю этот проект, хотя вот до сих пор понимаю, что это не совсем мое, но я его полюбила. Как вы говорите, пластичное, я как пластилин. Но я долго вот думала, что мое, не мое, мое, не мое, мое, не мое. До сих пор не уверена, что это мое, но я делаю его с любовью. Вот все, что ты делаешь, надо делать либо с любовью, либо не делать вообще. Я люблю свои передачи, люблю свой проект, люблю снимать телевизионные фильмы, которые иногда снимаю, документально-телевизионные фильмы. Очень люблю весь коллектив CBC и очень рада, что они меня нашли, а я, в свою очередь, стала частью этого замечательного канала. Так, Яна, давайте завершать нашу беседу очень важным вопросом, я так думаю. Девиз, с которым вы идете по жизни. Ключевая фраза. Все, что не делается, все к лучшему. Вот именно в этой формулировке все, что не делается, все к лучшему. Спасибо, Яночка, за интересную беседу. Мы вам желаем успехов, много интересных проектов. И мы рады, что вы с нами на телеканале CBC. Спасибо вам, спасибо. А я напомню, что в этом выпуске программы «Есть разговор» на телеканале CBC мы говорили с азербайджанской актрисой Яной Никитиной. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. До новых встреч.